Здравствуйте! Здравствуйте! Рада вас видеть! Привет! Радо, что пришли! Спасибо! Здравствуйте! Вы умеете гладить вещи прямо на вешалке? Продавцы паровой щетки Steam Brush утверждают, что это вполне возможно. Но так ли это на самом деле? Сейчас проверим. А поможет нам, как всегда, мастер на все руки Тарашпира. Встречайте, пожалуйста! Здравствуй, Наденька! Здравствуй, Тарас! Необыкновенно рада тебя видеть. И не просто потому, что ты замечательный человек и мой друг, но и потому, что ты в очередной раз имеешь возможность и обязательно это сделаешь. Спасешь нас от лишних трат, если в этом есть необходимость. Мы с тобой разберемся, стоит ли вот этот вот Steam Brush, эта паровая щетка, тех денег, которые, собственно, за нее просят. Эффективность этой паровой щетки нам помогут проверить вещи наших друзей и экспертов Ромы Медного, Эктора и Танечки Литвиновой. Понимаешь, как гримерка у нас общая, вещи висят. Ребята пока не знают, что я, собственно, позаимствовал эти чудесные рубашки и эту чудесную блузку. Но совсем скоро они узнают, помогли Steam Brush сделать их вещи более разглаженными или нет. Ты знаешь, для ребят очень важно, чтобы они выглядели прекрасно. И одежда в этом смысле не на последнем месте. Поэтому, если ты испортишь, хоть что-то из этих вещей тебе не сдобровать. Отношения у нас дружеские, но я тебе так скажу правду. Хочешь? Да. Протестировать Steam Brush? Меня просили уже неоднократно. Обращались, писали в социальных сетях. Пришло письмо от Татьяны Степановны из Николаева, которая попросила разобраться в этом вопросе. Ты наверняка видела рекламу этой щетки. Вот, к примеру, в мой почтовый ящик вот такая вот пришла тоже листовка, в которой предлагается Steam Brush утюг в скобочках паровая щетка. Предлагается приобрести по очень приятной цене. Такую рекламу видела я и в своем почтовом ящике. И ты знаешь, был момент, когда у меня не было возможности воспользоваться утюгом, а очень нужно было прогладить блузу прямо перед выходом. И я подумала, а как хорошо было бы, если бы действительно вот так просто. Она на вешалке висит, а я пару раз провела паровым утюгом и уже справилась с задачей. Вспомнила эту рекламу и возникла мысль приобрести такую щетку. Да. Стоит обратить внимание на то, что в телемагазине такая щетка предлагается по цене 549 гривен. Если мы говорим о интернете, друзья, то там совсем другая цена и совсем другая история. От 190 до 230 гривен. И если верить рекламе, гладит все виды тканей, гладит очень быстро и даже, что меня очень заинтересовало, дезинфицирует. Ооо. Да. Давайте посмотрим видеоролик. Ты знаешь, такие соблазнительные обещания. Если это все правда, то стоит потратить деньги, даже не потратить, а вложить их в такое приобретение. То есть это как инвестиция в чистоту, порядок и удобство в первую очередь. Друзья, я вам сегодня и тебе, Наденька, предлагаю устроить настоящее соревнование между Steam Brush, вот таким утюгом паровой щеткой, и обыкновенным утюгом, который имеет возможность использовать функцию пара. Проходя всевозможные тест-драйвы, мы с тобой разберемся, стоит ли покупать дополнительное устройство, потому что на процентов 90, а то и на все 100% в каждом доме имеется утюг. Итак, друзья, противостояние паровой щетки и утюга. Раунд первый. Надя-то очень эффектно открыла первый раунд. И в первую очередь давайте разберемся с обещанием касаемо того, что Steam Brush дезинфицирует матрасы, подушки, всевозможные детские вещи и так далее. Мне кажется, что это очень важно и с этим стоит разобраться. Ну, конечно. Смотрим фрагмент ролика. Steam Brush чудово продезинфицирует подушки и матрасы за допомогой струмени в горячую пару. Вот такой вот. А представь, как здорово, молодые родители, постоянно для малыша пеленочки нужно дезинфицировать. А тут такая находка, щеточка, которой можно это сделать. Для того, чтобы провести следующий эксперимент, мне пришлось заразить опасными бактериями домашние подушки. Да, что из этого получилось, давайте смотреть. Чтобы узнать, что дезинфицирует лучше, обычная праска или щитка Steam Brush, мы провели эксперимент в бактериологической лаборатории. Взяли две подушки, промаркували их номерами 1 и 2, Та нанесли на поверхню хвороботворные организмы, які можуть потрапити на подушки, навіть в побутовых умовах. Мы сейчас заселяем условно-патогенные бактерии, два вида. Это будут у нас энтеробактерии, которые являются патогенной микрофлорой кишечника и стафилококк. И также мы будем заселять сюда споры грибов. Споры грибов? Плесневые грибы. Теперь Тарас обработает подушки парой. Первую подушку мы обработаем с помощью щетки Steam Brush. И подушку под номером 2 мы будем обработать с помощью утюга. Теперь Тарас обработает подушки парой протягом 2 минут. Зазвычай, именно столько нужно времени, чтобы выписывать необходимую вещь. Паровая щитка уже сейчас поводит себя очень удивительно. Вже на первой минуте попробования она намочила подушку. Обработка проходит достаточно странно. Подушка моментально становится мокрой. И у меня есть ощущение, что я просто поливаю ее водой. Чи справді парова щитка убьет всі бактерии? Скоро дізнаємось. Та прогноз лікаря-лаборанта невтішний. Навряд чи обидва привода впораются с завданням. Бо для дезинфекції потребны дещо інші умови. А при каких условиях вообще эти бактерії могут погибнуть? Эти бактерії идеально погибають при автоклавірованні. То есть высокая температура плюс высокое давление. Температура какая должна быть? Минимум 100 градусов. Минимум 100 градусов. А обработка паром помогает избавляться от этих вот клещей? И перьевых, и пылевых в том числе? Нет. Такая обработка не позволит избавиться от клещей. Потому что клещей нужно убивать автоклавірованням. Там давление совсем другое. Абсолютно другое. Оно гораздо выше, нежели давление, которое дает эта щетка. И там гораздо выше температура. Сами яйца никуда не деваются. И они сохраняют свою аллергенность. Даже если они мертвые, их частички могут вызвать аллергию. Лаборант делает бактериологический высев, подписывает каждый срезок соответствующим номером, один або два, и отправит их в термостаты. Если на подушке сохранились хотя бы несколько спор грибов или мицелия, они проростут на среде. Через пять дней мы увидим, проросли ли они на среде. Для чистоты эксперимента мы вытремали зразки баквисеву в термостате пять дней. Та результаты были пометны набагато ранее. Вы знаете, эти результаты пересошли все наши ждания. Они выросли уже буквально через 24 часа. Вот это все точечки, это все бактерии? Да. И это стафилококк? Это каждая отдельная точечка, это колония, выросшая из одной единственной бактерии. И в одном, и в другом случае бактерии, пусть даже единичные, но все-таки остаются живые. Ну, а мы знаем, что если одна бактерия выжила, то их может стать гораздо больше со временем. Правильно я понимаю? Тушь, пидбывай ему, пидсумке. Ни щетка, стимбраш, ни пар от утюга окончательно не убивают бактерии. Как мы выяснили, ни паровая щетка, ни утюг не дезинфицируют вещи. Абсолютно. Эти устройства, ну вот утюг, мы и так знаем, что он для этого не предназначен. Да. Получается, что с научной точки зрения утверждение, что стимбраш дезинфицирует подушки, матрасы, не подтвердилось. А все-таки дезинфекция это не главная функция паровой щетки стимбраш, поэтому если, допустим, она хорошо гладит вещи и убирает шерсть с мебели, что в моем случае немаловажно, у меня есть животные дома, то в принципе можно покупать. Стоит продолжать разбираться, поэтому позвольте объявить раунд два. В котором мы проверим следующее обещание. Прекрасно. Полося, шерсть тварин, нитки. Давайте поглянем, как легко и быстро с этой проблемой впорается наша стимбраш. Удягаемо насадку для чищения. Робимо деколька рухи. Как красиво разложена шерсть на диване. Надя, для того, чтобы идеально провести этот эксперимент, у меня есть вот такая вот подушка, на которой не просто разложена шерсть предварительно, а которая была в активном обиходе соседского кота. Шерсть плотненько имеется у нас на поверхности. И сейчас я наливаю воду, включаю в розетку стимбраш, и мы проведем эксперимент. Для того, чтобы воспользоваться данной функцией стимбраш, нам необходимо поменять насадку. Берем специальную насадку для очистки мебели. Также она просто вставляется. Имеется такая серая резиновая заглушка. Для чего? Для того, чтобы заливать сюда воду. Есть леечка, как мерочка. Заливаем воду. Плотно закрываем. И включаем стимбраш в розетку. Хочу обратить ваше внимание, одну половину подушки мы обработаем вот такой вот специальной паровой щеткой. А вторую половину обработаем сначала просто паром из обычного утюга. А далее просто воспользуемся щеткой, которая стоит 10-15 гривен в переходе. То есть делаем фактически то же самое, но без стимбраш. Без дополнительных затрат. Надо немножко разогреть. Начал образовываться пар. Потихонечку пар образует. Смотри, как это происходит. Вот кнопка, вот она нажимается. Под большим пальцем находится она. То есть достаточно комфортно. Начинаем воздействовать на подушку. Я, с твоего позволения, перемещу ее ближе к нам, чтобы было удобно. Надя, видишь, как... Ну, неплохо, я тебе скажу. Неплохо. Немножко, правда, вода почему-то проливается. А мне бы, вот, например, этого не хотелось. Потому что на некоторых тканях от воды могут даже пятна остаться. Понимаешь, в чем дело? Если ты не будешь прижимать паровой утюжок к поверхности, соответственно, ты не заберешь всю эту шерсть, которая имеется. Просто одного пара мало. А если ты так плотно прижимаешь, как раз и возникают вот эти вот мокрые пятна. Все бы ничего, водой плюется. Я сейчас не нажимаю на паровую кнопку, аккуратно вот снимаю эту шерсть. Ну, функцию, в принципе, выполнила. То есть шерсть с подушки убрала. Да, все вроде бы и ничего. Вот она шерсть. Можем доочистить. Теперь, пока стимбраш я выключаю. Слушай, а почему вот помятая щетина тут на этой щетке? Это ты пользовался уже, да? Наденька, нет, я не пользовался. Это новая. Ее такую мятую мне и привезли. То есть я еще не пользовался. Обращаю внимание, что вот эта щетинка, она не жесткая, очень мягкая. Надя, я сейчас включаю в розетку утюг. Утюг будем использовать для функции пара. Да. А щетка вот обычная. Водичку я предварительно налил. Посмотрим, какой будет результат. Существенно ли будет отличаться та площадь, которую мы обработали стимбраш, от той площади, которую мы обработаем утюгом и обыкновенной щеткой. А зачем вообще мы паром сперва обрабатываем, если можно просто щеткой? Мы это делаем для чистоты эксперимента. Ведь в данном случае пар используется, мы тоже, пожалуйста, вот вам пар, а вот вам, пожалуйста, щетка обыкновенная. Ну да, забавно было, если бы стимбраш был просто щеткой, за которой нужно было бы заплатить достаточно большие деньги. Поэтому два в одном. Пар плюс щетка, хотя мне, например, непонятно, какую функцию здесь выполняет пар. Что он отпаривает именно? Сначала обдаем паром. Хочу сказать, что пятна в том числе есть у нас. Берем щетку теперь и вот так вот воздействуем на подушку. И, о чудо, щетка тоже счищает загрязнение с подушки. Факт остается фактом. Загрязнения убираются, так же, как и там были мокрые пятна, имеются такие влажные пятна от утюга. По большому счету, обычная щетка справилась бы с этой задачей. И если ты обратила внимание на рекламный ролик, там не было каких-то невероятных загрязнений на поверхности подушек или диванов. Просто был пух. А пух можно собрать с обыкновенной щеткой. Поэтому эту функцию тяжело подтвердить, учитывая, что здесь у нас и пар, и щетка одновременно, то как бы все-таки один балл, с твоего позволения, стимбраш поставим как раз за многофункциональность. В случае, если нам нужно и пропарить, и шерсть собрать, ну, например, с какого-нибудь пальто. Наша задача какая была? Убрать загрязнение с поверхности. Утюг с этой задачей не может справиться, потому что утюгом просто гладит. Да. А стимбраш с этой задачей справляется, потому что, в принципе, здесь есть щетка. Выставляем счет 1-0. 1-0 в пользу стимбраш. Стимбраш, да. Стимбраш – это вот эта табличка, а далее от меня – это утюг. Итак, выставляем 1 балл. Позвольте объявить третий раунд и продолжить наш эксперимент. Итак, справляется ли стимбраш с главной функцией? Гладить вещи, которые висят на вешалке. Это самое интересное, потому что именно ради этого в первую очередь и приобретаются подобные паровые утюги. Именно об этом мы поговорим в третьем раунде. У нас есть три вида тканей. Это лен, шелк и хлопак. Две рубашки и одна блузка. Как и было ранее. Я напомню, что это вещи наших экспертов. Тани Литвиновой, Эктора Химонеса Браво и Романа Медного. И что-то мне подсказывает, исходя из того, что уже произошло, что ты эти вещи можешь нечаянно испортить. Наденька, давай будем верить в лучшее. Для того, чтобы снять с себя всякую ответственность, вот извини, но я все-таки немножко перестрахуюсь. Я хотел бы предложить кому-то из добровольцев, присутствующих в зале, поэкспериментировать с этими вещами. Друзья, в кои-то веки можно будет погладить вещи нашим уважаемым экспертам и друзьям. Итак, желающие, как ты думаешь, мужские или женские руки доверим? Конечно, мужские. Мужские. Можно вас пригласить? Приветствую вас. Здравствуйте. Вас зовут Виктор. Виктор очень приятный. Виктор, доводится ли вам гладить? Да, конечно. И свои вещи, и жены, и постельное белье. А чего жена не гладит? Дочка родилась три с половиной месяца. И сейчас она все не успевает, я все помогаю. И фактически пополам мы это делаем. Так это здорово, потому что как раз Виктору пригодилась бы и функция дезинфицирования. Которая не подтвердилась. Ну, к сожалению, да. Стимбраш в этом не поможет. Ты смотри, как выглажена рубашка. Да. Мне кажется, что вы настоящий виртуоз, явно ваших рук дело. Итак, мы готовы провести эксперимент. Ну, а вы когда-нибудь пробовали гладить вот так, на весу? Я слышал об этом не раз, и хотелось попробовать. Поэтому я и вызвался поэкспериментировать. Я напомню, что это вещи наших экспертов Тани Литвиновой, Эктора Хименеса Браво и Романа Медного. Первая рубашка, можно, пожалуйста, я покажу. Это рубашка Эктора Хименеса Браво. Тарас, боюсь, Эктор тебе этого не простит. Да, человека, который виртуозно готовит и который ненавидит пятна на собственной одежде. Ткань у нас здесь льняная. Сейчас с этой тканью мы попытаемся справиться. Ту часть, которая ближе к нашему герою, к Виктору, мы будем разглаживать с помощью вот такого парового утюжка Steam Brush, да? А ту часть рубашки, которая ближе ко мне, будем разглаживать вот так на весу с помощью нашего утюга, воспользовавшись функцией пара. Мы готовы приступить. Виктор, нам очень важно ваше мнение. Я облегчу ваш труд, буду держать рубашку на весу, а вы трудитесь. Ну и рассказывайте, как вам. В принципе, все в порядке, он включен. Остается только периодически нажимать на кнопку для того, чтобы извлекать пар. Прошу, трудитесь. Спасибо. И осторожно руки, Виктор, чтобы не получилось, что мы вас тут обожжем. Нужно нажимать кнопку и сверху вниз плавно проводить. Какого-то очень большого эффекта я не вижу. Но если полдня водить, то она просто сама отвиснет от пара, Тараш. Тут же интересно так, чтобы, как в рекламе, два раза провела, и у тебя уже глаженная вещь. Но эффект не тот, который я ожидал, действительно. А можете попробовать, вот вдруг вы на выходе вещички взяли вот так и сразу проглаживаете в руках? Как оно вам сейчас будет? В инструкции сказано, что нужно делать это на расстоянии, поэтому близко не подносим. Все правильно, Виктор, делай, да? Очень важно, что нужно делать не дергая, а вот одним движением. Нажмите на кнопку и держите. Во-первых, это прерывисто как-то. Во-вторых, чем дальше щетку удаляешь от рубашки, тем холоднее получается сам пар. Я даже сам чувствую пар холодный. А может, от ткани зависит? Лен, кстати, тяжело и утюгом разглаживать. Да, Наденька, но реклама же обещает легко разглаживать любые типы тканей, правильно? Ну и лен в том числе. Давайте возьмем-ка нежный шелк Танечки Литвиновой. Прошу. Вот так выглядит блузка до начала эксперимента. Шелковая блуза Танюши. Хорошо, что она этого не видит. Теперь держите, пожалуйста. Вот вам наш... Вы знаете, тут нет этого эффекта, чтобы постоянно, равномерно выходил пар. Так, а вы попробуйте постоянно нажимать. Лучше, но неравномерно разглаживаются. Разглаживаются очень плохо. Чуть-чуть плохо. Очень. Ну, Виктор прям зрит в корень. Неравномерное поступление пара. Отсутствие достаточной температуры для разглаживания даже нежной ткани. Предлагаю продолжить наш эксперимент. С нежным шелком у нас получилось... Наполовину. Да, давайте посмотрим, что же в случае с хлопком произойдет. На очереди рубашка Рома Медного. Как долго нужно разглаживать ткань, чтобы сработал эффект слимбра? По инструкции сказано, что всего несколько движений и эффект достигнут. Но в случае мы возили достаточно много, пар выделялся обильно, двигали ритмично и медленно, но, к сожалению, к нашему и по нашему мнению, пока результат не достигнут. Ну, сейчас должно получиться хотя бы что-нибудь, потому что, в принципе, хлопчатобумажная ткань гладится легко, если речь идет о традиционном утюге. Виктор, держите, пожалуйста. Виктор, будьте осторожнее, а то Тарасу придется ехать в Милан за новой рубашкой для Ромы. Вы знаете, это как раз такой материал, из которого я люблю сам носить рубашки. Да, кстати, у вас тоже такая замечательная рубашка. А вы, наверное, уже быстро научились утюгом гладить рубашки? Некоторые мужчины вообще не умеют. Я с самого детства глажу рубашки, мне мама научила. Во-первых, это прерывисто как-то, во-вторых, она брызгает водой, а эффекта вообще никакого на хлопчатобумажной ткани. Основное преимущество, которое заявлено в рекламе, это то, что такая паровая щетка, по сути, она гладит быстрее, чем утюг. И вам не нужно раскладывать на гладилку вещи, дабы провести эту процедуру. Я предлагаю сейчас Виктору, воспользовавшись обыкновенным утюгом, погладить те же самые вещи. Я уверена, что сейчас Виктор покажет нам. Начинаем с первой рубашки. Помните, гладим ту половину, которая не участвовала в эксперименте. Завелся. Паровоз. Ну, безусловно, все-таки вещь лежит на гладильной доске, у утюга есть сила тяжести, вот вам и получилось погладить. Эффект замечательный. Обычный дедовский метод. Да. Плюс пар. Я сейчас покажу, в чем разница. Я ее сам увидел сейчас. Друзья? Ну, конечно, разница есть. Вы все видите? Да, победа за утюгом. Давайте потратим на 30 секунд больше, но при этом будем иметь действительно поглаженные вещи. Возьмем теперь блузку Тани Литвиновой. Ой, все-таки я разволновалась, да. Волноваться нечего. Нечего, все в порядке. Во-первых, профессионал работает. И, кстати, результаты впечатляют. Виктор, вы действительно мастер. Вы, Виктор, справились с этим прекрасно. Я сейчас покажу вам, и вы сможете сравнить то, как мы поработали паровой щеткой с тимбраш и то, как мы сделали это с помощью утюга. На самом деле видно, что с помощью утюга прогладить эту вещь получилось гораздо лучше. И у нас рубашка Рома Менова. Вот на этой рубашечке вообще видно результат глажки, как нигде. Давайте вот вторую половину сейчас прогладим с помощью утюга. С удовольствием. Друзья, можно было бы, конечно, сделать вывод, что просто нам удобнее, мы так привыкли и так далее, надо наловчиться. Но мы пробовали, мы старались. Мы ловчились. Мы ловчились. Давайте покажем рубашку. Итак, внимание, результаты глажки. Утюг хорошо отгладил хлопчатобумажную рубашку. Но удивительно то, что стимбраш со всеми рекламными обещаниями с этой задачей не справилась. Мы можем подвести итоги. Победил у нас утюг, потому что достигнут результат. И то главное, что мы ждем от подобного устройства, это то, чтобы вещи были разглажены. Счет оказался 1-1, вроде бы равный. Но при этом важно заметить, что щетка стимбраш не справилась с основной задачей. Она не гладит вещи, как это обещают в рекламе. Вывод напрашивается один. Это обыкновенная щетка, которая обойдется вам в 100 раз дороже. И не нужно верить обещаниям. Нужно их проверять, что мы сегодня и сделали. Теперь улучшить свою жизнь с помощью наших советов еще проще. Нажимай подписаться и узнавай из первых уст мои рекомендации.